Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня сводка выглядит следующим образом. 62 случая зарегистрированных коронавирусной инфекции, из них 53 подтвержденных на федеральном уровне. Остальные подтвержденные местной лабораторией. Должен сказать, что за истекшие сутки количество тяжелых больных значительно увеличилось. Вчера было массовое поступление пациентов с пневмонией. Сейчас у нас в госпитале таких больных с тяжелой формой пневмонии уже находится 15. Кроме этого, остальные больные расположены в инфекционной больнице. Надо также отметить то, что коронавирусная инфекция начала распространяться по всей территории Калмыкии, и уже не только в городе, но и во многих районах республики. Есть и контактные лица, и подтвержденные больные. Если говорить географически, территориально, то на сегодняшний день подтвержденные случаи коронавирусной инфекции имеются первые – это Сарпинский район, Ченеровский район, Черноземельский район, Лаганский район, Яшалтинский район, и в Городовиковском районе контактных более 12 человек, которые контактировали с зараженным из Яшалтинского района. Сегодня все медицинские работники, уже практически всей республики, вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Ситуация продолжает накаляться, и тяжелые формы пневмонии, как я уже сказал, начали регистрироваться у нас на территории республики. Все эти пневмонии подтверждены данными компьютерной томографии, и протекают они очень и очень тяжело. Особенно тяжело они протекают у тех лиц, у которых есть сопутствующие заболевания. В виде гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сложнений, стороны бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. Коронавирус – это очень коварная инфекция, и своими мишенями она выбирает именно тех людей, у которых есть ослабленный иммунитет, либо тяжелые сопутствующие заболевания. Именно эти люди становятся самыми уязвимыми, становятся мишенями для коронавируса. У других категорий лиц болезнь протекает в более легкой форме. И сегодня, еще раз повторюсь, как никогда важно защитить именно эту группу лиц, из группы лиц жителей нашей республики. Потому что именно они находятся в самой опасной зоне риска. И с ними труднее всего работать наши медицинские работники. Сегодня все медицинские работники работают уже, по сути, в круглосуточном режиме. И эта работа очень тяжелая и очень сложная, потому что пациентов, по сути, нельзя оставить ни на минуту. Это и медицинские сестры, и санитарочки, и врачи, которые в круглосуточном режиме находятся в постели больного. А что такое работать в противочумном костюме – это очень и очень тяжело. Потому что средства защиты плохо пропускают воздух, и работать крайне сложно. Поэтому, уважаемые жители республики, относитесь ответственно к своему здоровью. К здоровью своих близких. Сейчас, уже убедившись на личном опыте, видно, что это ни слухи, ни фейки. И что именно наши старики, наши пожилые люди, в первую очередь, являются мишенями для коронавируса. И спасать их, и лечить их очень и очень тяжело. Потому что коронавирус поражает, легочная ткань поражает, все паренхематозные органы. И сложно справляться с такой болезнью. Кроме этого, сегодня я хотел бы сказать слова благодарности. Извините. Сейчас подсмотрю, чтобы не ошибиться. Это, в первую очередь, нашим землякам, которые работают в других регионах Республики Калмыкия. Они очень активно нам помогают. И действительно, их помощь бесценна. Это такие фирмы, как фирма Росток, которая вчера прислала нам одноразовые противочумные костюмы. Сегодня эти костюмы уже все поступили в лечебные учреждения, в инфекционные госпитали, в госпиталь сюда, в наркологический спонсор. Кроме этого, руководитель этой фирмы придал 12 тысяч медицинских массов для работы в отчагах. Также наш земляк, который работает и проживает в Москве, это Пербеев Бадма, он передал защитные экраны в количестве полторы тысячи штук. Это лицевые экраны, которые защищают медицинских работников, которые работают в поликлиниках, которые работают в приемных покоях от попадания биологических жидкостей на лицо. Все эти экраны, также в зависимости от количества сотрудников, распределены между медицинскими учреждениями Республики. Мы очень благодарны тем людям, которые действительно от чистого сердца в трудную минуту помогают нам. Также я хочу сказать, высказать славу благодарности, это и многим нашим предприятиям Республики Калмыкия, та же самая организация кафе и ресторанов, которые продолжают кормить наших медицинских работников, это и кафе «Семья», которая оказывает помощь в виде продуктовых наборов организации питания, это и многие-многие другие люди, которые приходят к нам сюда иногда просто и передают какие-то передачки. Спасибо огромное за эту помощь. В принципе, мы ни в чем не нуждаемся, но все равно такое единение народа в трудную минуту, его всегда приятно чувствовать и сознавать, что мы не одиноки, что нас поддерживают очень и очень многие. Уважаемые земляки, только консолидировавшись, только собравшись все вместе, забыв все наши внутренние расприи и все остальное, мы сможем победить данную инфекцию. Сейчас как никогда нужно быть едиными и сплотиться, и победить этот коронавирус. Мы сделать это в силах, ведь входными воротами коронавирусной инфекции являются по большому счету ротовая полость нос и глаза. Если мы на улице, каждый, в организации, где бы мы ни были, защитим себя от входных ворот, защитим свои входные ворота от инфекции, мы защитим не только себя, но мы защитим всех окружающих, потому что каждый зараженный человек в течение суток заражает огромное количество окружающих. Поэтому средства личной гигиены и средства индивидуальной защиты должны быть безусловны, и они не могут оспариваться. Если сейчас полыхнут одновременно все районы и листа, медикам будет очень тяжело справиться с наплывом этих больных. Как я сказал, за вчерашний день на поступило очень много больных с тяжелыми формами пневмонии. Давайте сбережем наших стариков. Я обращаюсь сейчас в первую очередь к молодежи. Молодежь Калмыкии навсегда отличалась своим, скажем так, дружным характером. Умеют и знают, как работать, и никогда не были в стороне от всех дел в Калмыкии. Уважаемая молодежь, в каждом населенном пункте, в самом маленьком селе оградите своих пенсионеров и ветеранов от контактов с улицей. Убедите их остаться дома. Организуйтесь и помогите им продуктами питания. Сходите вместо них в магазин, сходите вместо них на почту, сходите вместо них заплатите какие-то платежи. Каждый молодой человек сейчас должен взять себе на курацию кого-то. У всех у вас есть близкие, родные, просто соседи, которых вы хорошо знаете. Если каждый из вас защитит хотя бы одну семью наших пожилых граждан, то будет гораздо легче. Давайте сохраним своих стариков, давайте сбережем их. Ведь когда-то они сделали очень много для того, чтобы Калмыкия состоялась как автономная республика. Они сделали очень много для этого. И сейчас они нуждаются в нашей защите. Давайте их защитим. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.